Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И смотрите сегодня. Красные против синих в Чебоксарах проходят всероссийский турнир по вольной борьбе имени Чапаева. Скорость дороже жизни в ГИБДД подвели итоги первых месяцев этого года. Что посеем? Хозяйство Чувашии готовится к весенним пылевым работам. В душе курсант, на погонах лейтенант. В этом году 290 человек получили дипломы военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Шесть из них – представители Чувашии. С выпускниками Сызранского летного училища встретился глава республики Михаил Игнатьев. Мужское рукопожатие, на плечах офицерские погоны, в глазах уверенность. Почти пять лет назад они присягнули на верность Родине. Сегодня гордо именуются выпускниками Сызранского летного училища. Самое запоминающееся в учебе – первый самостоятельный полет. И за эти 40 минут уже можно было настолько устать, что выходил из вертолета и еле там идешь до столовой, немножко перекусить и отдохнуть и опять в полет. С Сызранским филиалом академии Чувашия наладила сотрудничество в 2008 году. С того времени курсантами стали 43 молодых человека из Чувашии. Все как один усердно учатся и достойно представляют республику. Учителя, которые нас обучали, они говорили нам такие фразы. Вы, ребята, которые приезжаете именно из Чувашии, всегда относитесь к делу с уважением, с упорством изучая эти предметы. За это, конечно, отдельное спасибо стоит сказать. Тому, что ребята выбрали эту профессию, поспособствовала в том числе и экскурсия в Сызранское летное училище. Их ежегодно проводит выпускник – кавалер Ордена Боевого Красного Знамени Геннадий Матвеев. В единстве сила, когда в республике созданы условия воплощения идей общественников, хорошее дело подхватывается, и министерство образования обеспечивает содействие, тут только работать, работать и работать. Следующий этап – срочная служба вооруженных силах Российской Федерации. Спустя несколько недель молодые люди отправятся в разные регионы страны – от Московской области до Владивостока. Открываются прекрасные возможности для самореализации, для дальнейшей жизни. Вы же не только там, в военно-воздушных силах будете где-то служить. Вообще можете быть сотрудником органа правопорядка, соответственно, по линии МЧС, МБТ, Федеральной службы безопасности, других федеральных структур. Летите, крылатые наши сыновья, для вас преграды нет. Мы рады, что вы выросли здоровыми, и вы сумели подняться в полет. Служите достойно Родине. Мы будем нас ждать. На Родину выпускники, разумеется, вернутся еще не раз. Здесь их ждут родственники. А в том, что молодые летчики будут честно служить и станут достойными защитниками Отечества, нет ни малейшего сомнения. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Глава Чувашия подписал указ о постоянно действующей лицензионной комиссии по лицензированию деятельности управляющих компаний. До сего дня эту работу проводила комиссия, созданная Кабинетом министров на три года. Срок ее полномочий истек. Вновь образованная структура будет по-прежнему выдавать лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или обращаться в суд об отзыве лицензии, принимать квалификационные экзамены, участвовать в мероприятиях по контролю. Буквально пару дней назад Владимир Владимирович Путин подписал закон о переходе на прямые договора между жителями и ресурсоснабжающими организациями. Лицензировать управляющие компании все равно нужно. Все равно функция по безаварийному обеспечению коммунальными услугами на квартирных домах, она нужная, важная и все от нее мы зависим. Поэтому, в общем-то говоря, контроль над управляющими компаниями в любом случае останется. Лицензионная комиссия продолжит свою работу. Соответственно, все новые управляющие компании, которые придут на рынок управления на квартирных домах, будут проходить процедуру лицензирования. Что касается управляющих компаний, которые уже получили лицензию, никто у них ее обратно не заберет. Среди тем, что мы утвердили новое положение о работе лицензионной комиссии. В состав лицензионной комиссии входят не только органы государственной власти, тут и общественное объединение, организация, то есть как общественная палата, которая защищает население Чувашской республики, так и ассоциация муниципальных образований, которая защищает интересы муниципальных образований городов и районов, так и ЖКХ-контроль, представитель ЖКХ-контроль. Поэтому она будет в любом случае принимать решение при выдаче лицензии или об отказе лицензии в интересах только жителей. Сельхозпроизводители Чуваши активно готовят технику к весеннеполевым работам, в том числе одной из передовых хозяйств республики – сельскохозяйственный производственный кооператив «Коминтерн». В его мастерских побывала наша съемочная группа. Комбайны, тракторы, дискаторы и культиваторы – все эти агрегаты, хотя и железные, но отношение к себе требует особого, трепетного. Чтобы весной в полях техника не капризничала, а механизаторы трудятся ежедневно, особое внимание уделяется тракторам. Они перебираются практически вручную, потому что содержат большое количество движущихся деталей, которые чаще подвержены износу. В хозяйстве в этом году планируют засеять более 3000 гектаров пашни. Семена заготовлены практически полностью. На этих площадях на 500 гектаров было посеяно зимой культуры. Планируется посеять еровых культур 1076 гектаров, в том числе еровая пшеница, овес, ячмень. Кроме этого, для заготовки кормов планируется сеять кукурузу на 400 гектаров. Семена у нас в наличии кондиционных почти 100%. Планируется закупать новые сорта ячменя сорта вакула 25 тонн. Также планируется закупать семена овса нового сорта яков. А так в основном удобрения уже завезли 200 тонн. Еще планируется где-то завезти 40 тонн сложного удобрения. В хозяйстве Коминтерн почти 20 видов сельхозмашин. Почти все отечественного производства. За патриотизм воздается старицей. Техника служит верой и правдой, и запчасти всегда в наличии. Главная же гордость кооператива – высокие надои. Поэтому и полевая работа здесь сосредоточена на заготовке кормов для крупнорогатого скота. Сельские хозяйства в Красночатайском районе в последнее время хорошими темпами развивались. Конечно, сейчас эти последние события, снижение цен на молоко, на зерно, конечно, повлияло. За первый квартал многие хозяйства потеряли большие деньги в разнице цены молока. Ну и зерно, которое в прошлом году мы произвели, полностью не могли продать. Сейчас численно, конечно, продаем. Но вот такие трудности есть. Но, думаю, это временные трудности. Теперь помешать Коминтерновцам вовремя приступить к посевной может только погода. Многое зависит от нее. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Минимальный размер оплаты труда, реклама на квитанциях за услуги ЖКХ и отчетность перед налоговой – это тема правовых новостей от компании «Гарант». Скидки на окна, заказ еды на дом, спутниковые антенны. С 3 июня подобной информацией исчезнет с квитанции на оплату услуг ЖКХ. Отныне только тарифы, кубометры, суммы. Установлено, что не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Этот запрет не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения. А меньше чем через месяц, с 3 мая, истекает срок подачи декларации по налогам на доходы физических лиц за прошлый год. Представить документы необходимо, если вы продали недвижимость или получили ее в подарок не от близких родственников, продали автомобиль, сдали квартиру или выиграли в лотерею. Декларацию можно подать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, предварительно заполнив онлайн, или в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, либо направить почтой. Направление декларации не означает, что гражданин должен незамедлительно заплатить указанную в ней сумму налога. Исчисленные НДФЛ в этом году надо перечислить не позднее 16 июля. С 1 мая в России увеличится минимальный размер оплаты труда, сокращенный МРОД. Он вырастет с нынешних 9489 рублей до 11163 рублей. Тем самым величина МРОД будет доведена до размера прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2017 года. Несмотря на то, что прожиточный минимум в нашей республике ниже, чем в ряде других регионов, на величину принятого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда это не повлияет. 8 человек погибли только с начала этого года на дорогах в Чебоксарах. Причина – невнимательность, нарушение правил движения, пьянство за рулем. Остановка магазин «Чебоксарец» до пешеходного перехода меньше 70 метров. Только за пять минут съемки мы насчитали шесть человек, которым проще рискнуть жизнью, чем дойти до него. К счастью, они не пополнили печальную статистику, а она такова. Только с начала года в Чебоксарах сбили 52 пешеходов. У нас четыре погибших, часть дорожного движения у нас являлись пешеходами. Один водитель и три пассажирами. Основными видами ДТП в городе являются наездные пешеходы и столкновения транспортных средств. Основная причина столкновений – нарушение правил и безбашенность водителей. Февраль. На огромной скорости в столб у гражданского кольца влетела приора и загорелась. Четверо погибли. Как выяснилось позднее, у водителя не было прав. Совсем свежий пример. Март. После долгой погони патруль задерживает пьяного водителя. Увы, таким относительным хэппи-эндом подобное поведение автомобилистов заканчивается не всегда. Несмотря на ужесточение законодательства, пьяных за рулем меньше не становится. Вот в эти минуты происходит следующее. По городу катается полностью набитая пьяными мужиками машина красного цвета. Форд Фиеста. Номера нечитаемого. С утра их зафиксировали на ЗС на Багданке. Они успели до приезда экипажа смыться и уехать куда-то. Высока доля вероятности, что поймают этот форд в результате ДТП. Либо они в столб врежутся, либо в какую-то, не дай бог, машину. Инспекторов ГИБДД и патрульных экипажей на всех нарушителей не хватит. И правоохранители просят жителей о двух вещах. Сообщать о безобразиях на дорогах по номеру 102 или в дежурную часть по номеру 24 07 70. А еще быть внимательнее самим. В Республике прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. Две недели студенты техникумов и колледжей демонстрировали свои навыки и знания. Как проходил конкурс и кто стал победителем, об этом в нашем материале. Сюда теперь, сюда чуть-чуть, еще. Все. Что такое Теоделит, с легкостью ответит каждый из этих ребят. В Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства соревновались будущие специалисты по технологии строительства. Сначала теория, затем практика. Нужно было выполнить геодезическую разбивку осей здания. Это правильность центрования Теоделита. У него прибор готов к работе, и они начинают работать. Время ограничено. Всего 45 минут. В конкурсе участвовали 6 студентов. Среди них Анна Леонтьева. Я хотела попробовать себя, свои знания. Какие знания я получила в этом техникуме. Стало интересно просто. И пока получается хорошо. Геодезия не так уж сложна. Так, если по части архитектуры, мне показалось сложнее. За работу участников наблюдала конкурсная комиссия. Незначительные ошибки есть, существуют, но без них никак. Но ребята работают приборами уверенно. Знают обращаться, как с ним обращаться, и как проверять, и так далее. Пока на данном этапе мы, скажем так, удовлетворительно оцениваем данный процесс. Сервисы туризм, фармация, машиностроение, электроника. Лучших выбирали по 15 специальностям. Соревнования прошли на базе 10 учебных заведений республики. В числе победителей Евгений Беляев, студент третьего курса цивильского техникума. Он стал лучшим в направлении лесное, рыбное и сельское хозяйство. Я не знал, что займу первое место, но когда узнал, я очень обрадовался. Хотел испробовать себя, свои профессии. Могу ли я среди своих же ровесников занять место. Я не жалею, что пошел на свою профессию электрика. Я надеюсь, в дальнейшем буду тоже работать электриком. Впереди у Евгения, как и у других победителей, конкурс посерьезнее. Всероссийская олимпиада, где соберутся лучшие из лучших со всей страны. Регионы станут площадками проведения соревнований по конкретным специальностям. Чувашия примет направление электроника, радиотехника и системы связи. Вот эти чемпионаты, они позволяют выделить тех одаренных детей, которые приобретают, будем говорить, более высокие компетентности. Они будут более востребованы на рынке труда. Я думаю, эти олимпиады интересны не только для системы среднего профессионального образования, но и очень интересны для самих работодателей. Татьяна Леонтьева, Андрей Шелоклев, Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня в Международный день спорта определили имена финалистов школьной волейбольной лиги. С подробностями Дмитрий Ковалев. Это тот самый случай, когда силы равны, а на кону медали суперфинала. Решить судьбу бронзы первыми предстояла школьницам из Маргауш и Новочебоксарска. Обе команды в волейбол играют не первый год. Победа с минимальным перевесом за волейболистами из города Спутника. Девушки признаются, что выход в финал им дался непросто. Большинство игроков в этом году сдают госэкзамены. Тренироваться удавалось только по выходным. Ну, нравится играть, хотим побеждать, тренируемся, играем. Случайно получилось, что мы оказались в одной команде, у одного тренера. Играть нам нравится, потому что это командная игра. Мы получаем от этого экстрим и азарт. Юные спортсмены прошли через сито отборочных этапов. В итоге путевки в финал получили только 20 команд. Наградить призеров приехал и глава республики. Лучшим из лучших вручили медали и комплект новых мячей. В 61-ю школу столицы в этом году отправляются сразу два суперкубка, завоеванных юношами и девушками. Сопельки были очень достойные. Мы к этому очень долго шли. Усердные тренировки, дисциплина, без этого никак. С игроком командой мы уже занимаемся со второго класса все вместе. Чемпионат волейбольной лиги среди школьников в республике проводится восьмой раз. В этом году при поддержке гранта президента России. Это очень востребованный вид спорта. Я могу сказать, практически почти 23 тысячи участников, школьников. И сегодня практически завершается третий уже республиканский этап. Финалисты говорят, что залог победы на этом турнире – постоянные тренировки. На подготовку будущих чемпионов остался ровно год. Дмитрий Ковалев и Денис Ноздрюхин. Республика. Первый всероссийский турнир по вольной борьбе памяти героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева состоялся сегодня в Чебоксарах. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях. 51 год назад впервые состоялся чемпионат имени легендарного полководца. Тогда в острой борьбе победу отвоевали хозяева зала. И сегодня Чувашеву представляют не менее сильные спортсмены. Уровень хороший, все достойны победить сегодня. Ну, как говорится в спорте, кто лучше тренировался, кто лучше готов, тот и победит. Ну, мне кажется, вольная борьба – один из честных видов спорта, мужских видов спорта. Здесь мужчины вырабатывают свой силовой дух, силу воли. Всего в соревнованиях участвуют более 200 спортсменов из 15 регионов Российской Федерации. Будут разыграны 20 комплектов медалей в разных весовых категориях, в том числе и среди женщин. Среди участников до 65 килограмм за победу поборется чемпион летних олимпийских игр 2012 года Джамал Атрасултанов. На данный момент только проходит первый круг соревнований. Более 60 спортсменов с Чувашей стартовали в сегодняшнем турнире. К вечеру уже будут и основные финалисты. Среди женщин выступает мастер спорта международного класса Чемякова Вероника и Надежда Федорова. Они являются неоднократными чемпионками России, победителями международных соревнований. Надежда на них мы возлагаем, что они займут первые места. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, такие мероприятия воспитывают у молодежи не только волю к победе, но и здоровый патриотизм. Завтра будут подведены итоги турнира. А пока говорить о победителях рано, пожелаем всем участникам честной борьбы и крепкого здоровья. Алексей Табинов, Денис Ноздрюхин, Республика. Завтра, 7 апреля в 23.30 на нашем телеканале начнется прямая трансляция пасхального богослужения. Его проведет в Покрово-Татьянинском соборе митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Всего доброго и хороших вам выходных.